...дародная плата и высокая трудовая национальная нагрузка, в том числе, нередко связана с несовершенствами и вариативностью нескольких законов обеспечения. Мы надеемся, что история не сегодня началась, мы с 2008 года наблюдаем отток специалистов, вот такая у нас официальная, скажем так, селекция происходит, потому что бизнес-пользователь зачастую своих специалистов нет, они пытаются прикинуть у нас, соответственно, высокая заработная плата, заработная плата и меньшая нагрузка, которая этого не сделает. Также отметить следующее, что надзорная деятельность является только частью полномочий в области бизнесных отношений, визуяемых должностными лицами министерств и подвесных учреждений в штабных расписаниях, в которых отсутствуют отдельные штатные единицы, инспектор, предусмотренных награда только лишь надзорных полномочий. В среднем на должностное лицо, в том числе полномочия надзорные, приходится порядка 21 тысячи дартов контрольных действий. Но надо понимать, что у нас инспектора, в том числе и сотрудники Министерства, и территориальные отделы лесные, и они не так часто были отрисуют. Основная на пункт, если уже приходится на лесничий, если мы переведем на ту же площадь на одного лесничего, который непосредственно находится в лесу, это уже 29 тысяч гектаров лесной территории на того лесничего, что почти в 9 раз превышает термотив потрубинования и установлены приказом Министерства, депутатных ресурсов и экологии Российской Федерации, номер 21-21-2014. Естественно, это не может несказаться о нашей работе. Обязательно отражается на полоте качества и эффективности посудных полномочий. Несмотря на то, что проблема у кадрового дефицита специалиста лесного хозяйства, а также сложная педагогическое обстановка вопросом превосвращения, превышения и пресечения лесного экологического хозяйства, собрежно выделяется повышенное телосректурное обнимание. Также принимаются меры по обеспечению контроля на территориях с вакантами и зашенствами лесничего. В течение 21 года на территории лесного фонда было проведено свыше 43 тысяч патрулированных осмотров мест рукопередов в погрешных операциях, в том числе 858 совместных патрулированных в рамках реализации приказа о порядке взаимодействия к партуре Кировской области, в области Кировской области, в Министерстве лесного хозяйства Кировской области и в технических учреждениях подразделений. Криктое извращение и выявление пресечения нарушения лесного законодательства, в том числе незаконных группах. Также в течение года было обеспечено исполнение 314 запросов струниках правоохранительных органов, они обычно там обращают при выделении специалистов в рамках проведения проверок, осмотров места уборки, осмотров места происшествия получается, в целях определения объема телесимы, народного состава и т.д. В целях разрешения нарушения лесного законодательства одной из основных задач специалистов лесного хозяйства является проведение поисковоохранительской работы с населением, в том числе с членами бесследовательных бригад, непосредственно на месте проведения рогов, подготовленных пациентов, в том числе которых освещается обязательное требование лесного законодательства. В течение года заезжает у нас бригада в лес, лесничек выезжает, есть небольшой опрос на бест, они его выполняют, согласен, то присутствуют, то, где где, и подробно инструкцируют за том числе, где мы используем требования пресечения, что за ряд соблюдаться, в чем где должно быть. В результате международной деятельности 2021 года свидетельствует о снижении количества и объема выявляемых нарушений лесного законодательства в 2020 году. Количество зафиксированных нарушений с признаками незаконной рухи в 2021 году в 2020 году сократилось на 98 случаев и 36%, и составило 144 партнер. В прошлый год 272 партнер. Объем нарушений составило около 11,25 тысяч, что на 5,4 тысячи кубов и на 32,5 тысячи ниже оно в личном показателе 2020 года. Предварительный размер экологического среда в 2020 году на 191,7 миллионов рублей меньше или на 50,9 тысяч. Это составило 5,5 тысячи кубов. Средственного дистанционного землирования земли. То есть сразу же, что мы снижением кубов нас проявляют, нам предоставляются космосники с признаками улучшения лесного законодательства, объезжают с этим этим на порядке, мы объезжаем, проявляем, что мы снижением кубов, и если факт подтверждают, соответственно, дальше работают уже наши правоохранители. Итак, результатом дистанционного мониторинга подтверждено натурными прорывками 12 факторов незаконных кругов лесных возрождений с общим объемом 866 публических метров и размером экологического вида 66 миллионов рублей. По всем нарушениям в связи с признаками незаконных кругов правоохранительными органами в виде непрогеречных мероприятий, в результате которых в течение года по 128 миллионов возбужденных уголовных делов подвыскими к другим другом в единственном постановлении об отказе для возрождения уголовного дела. В 21-м году в совершении 67 факторов незаконной рубки лесных возрождений в едином улице были включены уголовные ответственности предъявлены фактически фактором в том числе и сортимом. Количество нарушений с признаками незаконной рубки зафиксировано в 21-м году территории лесного фонда и представлено в таренду к уровню 20-го года снизу в 32 процента составило 106 тысяч рублей. В прошлый год 156. Объем незаконно заготовленного деликатизма также сокращен в 2000 километров в 22,7 процента составило 6,8 тысяч километров. Размер экологического переда причиненного в лесам снизился на 13,7 процента. Объем поступления бюджета муниципальных образований за счет размещения экологического переда причиненного в лесам в результате незаконных рубок составил в 21-м году в 51,8 миллиона рублей, в 20-м году в 54,5 миллиона рублей. Вышеуказанный объем незаконной заготовки является не только резерва, а также так называемых черных лесорубок, которые у нас там не так на самом деле велики, это 3, 5, 10, 15, может, такие случаи есть. Но зачастую у нас арендаторы решат тем, что декорируют один объем, другие семьи, а другие совершенно другой. Соответственно, при выявлении таких случаев возникают предоставленные дела. Кроме того, в 21-м году в ряду незаконной рубки в лесном возрождении травохранительного органа предвесены факты выполнения сторонними организациями работ по выгодовке предвесимых 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 граждан для собственных муж. По данным фактам в настоящее время проведение предвесимых средствований материалов. Что такое? У нас, как вы знаете, граждане получают предвесимые собственные постройки дома на бытовые строения, на ремонт постройки. Это деревесина. Объясним законодательством не должна отчуждаться негативным способом. То есть, вы же не получили, она является целевой. Те граждане, которые тут являются перед и так далее, сейчас в МВД у нас прокуратуры совместно ставят вопрос о том, что это является целиком обеспособлением. право те граждане, которые одни свои права использовали, а другие воспользовались. Хотя, правда, их не имели. Такая история продолжится. Общий объем заготовки директора заставил 0,7 от объема директора за готовом трансферамбурга. То есть, предоставляется от 12 до 16 директора в год за объем беззаконной рыбки 0,7%. В прошлом году и в прошлом году в 2020 и в 2021 году 0,24%. То есть снижение преднентов. В связи с снижением объемов незаконной рывки диверсийных также произойдется положительной динамики с административным правонарушением в гражданской сфере. Количество дел об административных правонарушениях, разумея крестничества и государственными институтами в 21-м году по факту административного правонарушения в гражданской сфере 20-го года на 1553 факта и застряло в 332 административных дел, аналогичных первого прошлого года – 4585. По результатам рассмотрения документов дел привлечены к институтам на ответственности 264 миллионов лица, что ниже аналогичного показателя, за данный год на 930 были аналогичные лица, 205 миллионов лица, в следующий период. Средний размер административного шрафа в 21-м году составил 5,2 тысячи рублей на одно лицо, что на 0,2 тысячи рублей ниже показателя застряло в 2-м. Сумма поступлений, включаясь в счет оплаты юридических штрафов в 25-м году составила более 14 миллионов рублей. Считаем, что выше переведенная статистика следует об эффективности проведения психологических мероприятий направлено на предотвращение на нарушение и сокращение негативных последствий для лицов вределанных. Наридусь незаконно и вреду на весной осложнение структуре весного хозяйства выявляют в том числе иные нарушения весного механизма, которые занимают наличие оплаты юридического брита. Один из видов в ней в один из статей наиболее значимых нарушений является размещение леса подходов при износных потемплений, представленных лесноционированной свалкой. Что было в двух словах? Огромное количество свалок расположено возле города, сейчас непосредственно. Скорее как есть сельство огромное, окружающие среды приезжают в историю. Делали вот в городе Кирово, начались от Тургеряна-Шифровых плюс Хорошим, воздали Сидоровка. Огромное количество деснационированных свалок. Это в основном остатки от ремонта, смоскопительные строения. Это видно, что из автосервиса всевозможный пластик. Иногда встречаются десантные лампы. В общем, перечислять можно бесконечно. Проблема на самом деле такая существует серьезная. Как вы знаете, в чистых прудах был разлит бетона, бетон их завод 300 метров сливал. Слезки не установлены, ургенал Министерства лесного хозяйства, там руками делал. Слой порядка тысячи квадратных метров, слой бетона был от 20 сантиметров до 1,5 метра. Все это долбили, вот камень принесли. Совершенность лесного заказательства существует, не только лесного заказательства, но не позволяет эффективным цивилизованным методам это просто решать. То есть убираем, грубо говоря, вручные волонтеры, всевозможные лица, не безразлична судьба чистоты наших лесов. Три социальные ответственные клизмы тоже помогают, собирают. То есть убираем. Финансирование не федеральное, не предусмотрено. На этом мероприятии Министерства лесного хозяйства, помимо этого, прокуратура выходит с исками Министерства лесного хозяйства, и на нас, таки, скажем, эту обязанность убирать возлагают. Виновные, в принципе, мы еще не видели, чтобы кого-то привлекли, чтобы кого-то поймали. Мы убираем сами. Опять же, вы спецфинансируем. Вот. Проблема существенная. Сейчас, насколько мы знаем, на городе Федерации движение в этом управлении есть, потому что это надежда нашей Министерства. Упусы сегодня вопросов на территории региона, на территории России и массы. На этом, наверное, я закончу свой доклад. Спасибо вопросов. Александр Викторович, вот на февральском заседании мы, по-моему, уже принимали поправку по определению средств на ликвидацию десанкционированных залов. Спасибо огромное. И вам Петро-Идинскому. 22 миллиона действующих судебных решений. У нас там 5 тысяч кубометров. Эта свалка была организована в регистрации, в свое время где там вдоль дороги. Все. Надо заслать для просто колоссальных объемов. Плюс еще есть, там, где-то такие большие объемы. Там, где-то, 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 где-то. Ну, то есть, все свалки, на которые там есть судебные решения, они все закроются, да? Да. Еще такой вопрос. Вот говорили про лесничих. У нас в Вятской государственной сельхозхозяйственной академии, там же, по-моему, обучают, да, по профессии лесничих? Нет. Нет? Или там только... Да, у нас есть подвеновское учреждение, Суловское искусство техникум. Вы понимаете, в чем дело, зарплата молодого специалиста для селья 18 тысяч рублей. То есть, они попросту туда не идут? Туда зачем не идут? Я уж так скажу. Ну, как есть, все правильно. Вот. Еще хотел спросить по контролю за вырубкой. Все понятно, что, да, там, несанкционированную вырубку, там, этих, либо превышение объемов рубки устанавливаются, а контроль за арендаторами части выполнения мероприятий, там, установленных законом. То есть, они лес вырубили, там, свои объемы взяли, после себя они должны навести определенный порядок. То есть, вот, как бы, я, бывая в лесах, зачастую, то есть, вижу, что проблема существует, и, хотелось бы понять, все-таки, привлекаются они к ответственности, выполняют свои обязанности или нет. Ну, да, естественно. Ну, то есть, если мы начнем просто с мероприятия, то, видимо, сплошная рука в вырубленная, в основном, причащенная соответствия с контролем. Есть один из способов в чистой лице, комбинированных лесничек, при осмотре в лес трубах эти нарушения объявляются, административные штрафы, и, плюс, за них подручные остатки убрать в соответствии с установленным правилами. Но, опять же, есть нехватка специалистов, в которой, я сказал, не везде успеваем повреждать осмотр, но после сплошных вырубок, естественно, так построили, поскольку у нас сплошные вырубки закрещены лесными рекомендациями без сопутствующих. И вот последующий лес восстановления это должно быть примерно не позднее, чем на течение двух лет. Это тоже на контроле. Работы много, работы много и не строим. Вот, сейчас очень много мы видели претензий, когда было выявлено, что у нас запользовались и указывали способ, что там не нужно было восстановить, но мы выезжаем, выявляем, что там еще нет, то есть на сегодняшний день будет больше старого таких претензий, мы направили запользовать их, как мы приведемли соответственность этих участков, то есть выбор правильного способа лесовосстановления, лесовосстановления и дальнейшего ухода. Мой последний вопрос остался у меня. У нас ведь все равно существует какой-то план, к примеру, на текущий год по вырубке лесов, по тем участкам, которые будут предоставлены в аренду и те участки, на которых будет вестись заготовка леса? Ну, есть, скажем так, общие объемы, общие объемы безусмотренными проектами освоения лесов. Где конкретно это будет? Ну, то есть, есть лесной участок, есть объем, допустим, хозяйство, там 10 тысяч кубов, естественно, 10 тысяч кубов, где конкретно, что будет рубиться? Ну, такого нету, да? Такого нету, определяночного такого нету, потому что там лесопользователь будет сам выбирать свою хозяйственную деятельность, как там, угробным, правильным, я считаю, целесообразно размещать эти сети. Эти сети, которые, естественно, размещены, опять же, в рамках лесного законодательства, то есть, есть определенные параметры, все конденсионные технические их размещения и лесных церковных предназначений. То есть, законодательство, не предусматривая, да, состояние определенных участков, не будет происходить? Раньше, в переходный период, когда появились лесные декорации, там, в 2008, 2009, 2010 год, в правильные предназначения прямо прописывались квартал-видел, площадь и объем. Каждый год. А потом лесопользователь начинает говорить, что это берется, в принципе, из головы, и нам зимние лесосеки включают летний веслон, мы их взять не можем, соответственно, поменять не можем, поэтому мы с этого отказались. Спасибо. Есть еще вопрос? Александр Николаевич, у меня вопрос все-таки, здесь у нас не будет лесничек, как мы будем дальше сохранять наши леса? Боюсь, это положить. Ну, это даже, мне кажется, страшно подумать, если у нас не будет людей, да, те, которые, не знаю, это следили. это действительность, потому что мы разбираемся. Весничимая, и наши глаза, руки, и наши все, и 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 что, и все. Ну, молодежь, все, можно каким образом подвекать на пенсию деятельности. Обязательно. Да. хотя бы, хотя бы, хотя бы, хотя бы, потому что, значит, будет неизгоннать инициативу, потому что человек, который приезжает, много благодаря этому деревню, а движет он, ну, год или год, постоянно, год или семнадцать, я знаю, что какие-то меры поддержки, все равно, мы должны быть, соответственно, здесь у нас... Почему еще у нас, ты как, сейчас так разбились, если взять стажистов совсем, которые там, перед пенсией, у них там двадцать восемь тысяч, там, двадцать тысяч, еще куда не шло, да? Плюс пенсионеры, которые работающие пенсионеры получают, они у нас работают на молодые специалисты, те, которые способны, в принципе, и обладают критическими пришлениями, что там многое могут внести, а не просто там, да, все. Средняя зарплата у лесопользователей, у арендаторов начинается, там, на целых 5 тысяч тысяч рублей. Ну, вы это говорите? Да. Мы об этом говорим, где мы об этом пишем, в принципе. Да. Ну, я вот для себя лично понимаю, что если мы сейчас не будем делать зарплату в лесу, хотя бы на уровне полно 10 тысяч рублей, то еще не понятно, что сейчас нельзя, конечно, это много исключить, зато это не главное. Но, прямо до сегодня, если у него зарплата на уровне 50 тысяч рублей, то, в принципе, это значит, что у нас плюс 7 лет очень много людей. Вот это уже тот самый вопрос, наверное, все-таки, который, может быть, нам так же прописать, для чего комитет, то есть рекомендовать все-таки обратить внимание на… Ваши сферы деятельности, да. А кому не нужны сферы деятельности, которые… Ну… Нет, конечно, сейчас очень сложно, да, с этим. Но сейчас мы рассматриваем здесь ваш вопрос. Наверное, тут надо обратить внимание, конечно, да, какие-то, Adios, да, в том числе, за что вы здесь, если сейчас там, когда, там, летом, 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 там, слезы делали, срыв в хвост под дискордеизм, тем, что, в принципе, это очень интересно. А оно живое, оно, как бы, опыт, очень резидивное для детей, да, то есть я думаю, что тем это интересная, просто как, туда это привлечь, именно не за интерес, а то, Для того, чтобы он там зарплатывал, на самом деле, по себе это содержать на виду. Должна быть система мотивации разработана, конечно. А ещё у меня вопрос. Всё-таки насколько продвинулось в плане видеонаблюдения ваше хозяйство? Говорите, свалка, не знаю, что это, и так далее. Может быть, не в таких местах, понятно, что они могут быть в любых местах. Может быть, где-то поблизости каких-то больших площадей как-то где-то устанавливать видеокамеры? Ну, сейчас для весьма мы планируем, опять же, совместно. Сейчас, пока на оказывающейся интерес культуре, планируем расставить фотогушку. Там места посещения более часто. Потому что в прошлом году мы играем, мы с вами приехали, собрались, в неделю приехали, там было бы не жил. Но это вообще, кроме безобразия, мы обращали вопрос совместно с Центром Крымом. Они, когда стали мониторить количество услуг, предоставляемых по вывозу и утилизации бутовых входов, повышенными расходами, мы посмотрели, там, ценники начинаются от 300 рублей, тогда как просто сдать на полигон стоит, я не помню, ну, свыше 1000 рублей, да. Ну, то есть, очевидно, что люди приедут, заберут и... Вот было. Это может быть лес, это может быть другой овраг, это может быть вообще любая, в принципе, территория, где вот поближе заезд есть и все, и поехали. То есть, это такой вполне себе организованный бизнес. Понятно. Ну, честное слово, вот, не новое ваше, так скажем, начание. Каждый год мы, в принципе, слышим вот все то же самое, да. Есть какие-то улучшения, приятно слышать, да, что есть какие-то показатели, которые все-таки в лучшую сторону отражают вообще вообще деятельность в вашем хозяйстве. Конечно, это за счет того, что утвергаются введенные усилия. Но, мне кажется, в этом направлении, конечно, работать, работать еще достаточно нужно. И нужны средства, да, да, средства нужны, люди нужны. Давайте об этом будем говорить хотя бы на ваших комитетах. Планово, в любом случае, оставляем этот вопрос. То есть, будем заслушивать. То есть, я думаю, что... По словам, идем наблюдения, так, ну, просто, в связи с участвованием с региональных учениями, вы можете потушение условно-описного пожара у нас там, потому что здесь десанты, десантники наши, участвовали. Ну, ладно, коллеги, думаю, это комплекс летательных аппаратов, которые будут стоять в двух технических территориях, регионов и закроют они в большей половине зоны территории. Вот. Они только закупили, только еще начали. То есть, в эту вот мы будем изучать. Стоимость всего этого комплекса у них там 38 миллионов килограмм. Ну, возможно, возможно... Ну, потому что. Нужны деньги и, кроме всего прочего, можно видеть, какие будут эти проблемы. Да. То есть, как мы подготовили, потому что, перенагрузка, когда не раз летел, и больше не прилетел, так будет. Хорошо. Понятно. Или есть еще вопрос? Александр Викторович, а как решается вопрос, вот, ну, собрали, какой бетон, отчислил в Кудахе, куда его вывезли, его надо куда-то отвезти? Да, мы просто там, с кем только не догадали, люди хорошо открытыми, исполнили. Ну, просто... Зарфанная разница. Ты, кто, каждый там, своей собственной компетенцией воспользовался и все это... То есть, каждый раз, вот, в этом порядке, системы? Конечно. нет. То есть, это, я люблю, то есть, социально ответственные места, и сотрудники ОВД, там, и студенты у нас, и секс-фонограмм, и очень много людей, которые подписывались, и пришло, спасибо, и откликается до сих пор. Нет, а вот, ну вот, мусор этот, его-то куда вы вывозите, куда вы вывозите? Там был не мусор, можно открыть? Ну, это, Алла Викторовна, я понимаю, что там был бетон, а там, где мусор, вот, это же надо не просто собрать, вывезти куда-то, отвезти... Александр Викторович сказал, что, я извиняюсь, Александр Викторович сказал, о том, что, действительно, мы уже в данном случае подробностно жили от своего взаимодействия, и мы все подключаемся. Вот все, что касается вывоза на объекты, вот, до этого работала Лубягина, региональный оператор забирал эти отходы и вывозил в Лубягину. Но деньги-то это правда? Нет, нет, это было безвозмездно, его, ну, такая социально ответственная акция. И транспорт тоже как бы? Да, 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 точно так же, как мы выходили на субботник, коллеги выходили на субботник, просто так вот, в силу своего убеждения, да, никто нам не оплачивал ничего. И здесь точно так же, это была социальная акция, со стороны регионального оператора. То есть, если мы с Павлом Андреевичем соберемся, где-нибудь в лесу мусорка собираем, у нас его требуют. Вот сейчас вопрос другой. Ну, конечно, региональный оператор там помогал в Министерстве лесного хозяйства, там, где у них были крупные свалки, где у них была ответственность, где прокуратура, например, обращалась в суд и было предписание или представление убрать свалку. Значит, соответственно, вот там точечно мы собирались, туда ехали и выбирали. Значит, вот ваш вопрос, если я соберу мешок и скажу Куприту, приедьте и заберите этот мешок, потому что я там, как человек, который не безразличен в природе, конечно, он не приедет. И сейчас, более того, я хочу сказать, тогда у Лубягина было собственным объектом у Куприта, и они могли как бы так безвозмездно принять. Все остальные объекты, там есть эксплуатирующая организация, у нас есть там центральный полигон, это частный объект, безвозмездно не берут. Правда, хочу сказать, не берут. И, соответственно, вот те средства, которые выделены областным бюджетом, они будут, там будут составлены сметы, я думаю, коррект, и там будут предусмотрены не только затраты на сбор, на транспортирование, но и плата за негативное воздействие при размещении отходов. Это требует закон. Хорошо, коллеги, спасибо. Коллеги, предлагаю закончить обсуждение, перейти к голосованию. Коллеги, по результатам высмотрения информации в проект решения предлагаю заключить следующие рекомендации. информацию принять сведения. Рекомендовать Министерству лесного хозяйства Кировской области рассмотреть вопрос о целесообразности использования беспилотных летательных аппаратов при осуществлении надзорной деятельности. Естественно, на это нужны деньги. Повышать уровень информированности граждан, по вопросам соблюдения обязательных требований в области лесного хозяйства, в том числе и запреты на размещение леса в подходах производства и потребления, то есть несанкционированных свалов. По вопросам использования сервиса общественный контроль геоинформационной системы леса, с помощью которого имеется возможность сообщить о нарушениях лесного законодательства. Ну и, конечно же, обратить внимание на трудовые ресурсы в сфере деятельности министерства. Гореги, будут ли предложения еще в проект решения? Тогда прошу голосовать. Кто за данные рекомендации? Прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Единогласно. Решение принято. Спасибо. Второй вопрос. Информация Министерства охраны окружающей среды Кировсторгности об основных направлениях предприятия по развитию охотничьего хозяйства, сохранению и использованию охотничьих ресурсов, в том числе о регулировании численности волков на территории Кировсторгности. Коллеги, данный вопрос также предложен план работы нашего комитета. Предоставляю слово докладчику министру охраны окружающей среды Кировской области. Охота и охотничьих хозяйств является традиционным для Кировской области видом природопользования, и к объектам охоты на территории области относятся 60 видов птиц, 29 видов и птиц. В настоящее время охотно-хозяйственные деятельности ведут по использованию охотничьего ресурса ведут 89 охотничьих хозяйств, из которых 75% передано охотно-пользователям для ведения охотничьих хозяйств. Соответственно, 25% это доступно Региональное государственное управление в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов является непосредственно нашим министерствам. На следующем слайде представлены основные документы регламентирующие деятельность министерства в сфере охраны животного мира. Хочу отметить, что в 2021 году в Кировской области впервые была разработана схема территориального охоту устройства. Это схема размещения использования для охраны охотничьих угодей на территории Кировской области. Материалы которой используются как в текущей деятельности, но и они очень важны для долгосрочного планирования в сфере охотничьих хозяйств. В рамках мероприятий по охране охотничьих ресурсов и среды их обитания по оценке министерства в 2021 году охотхозяйствами положено примерно 150 миллионов рублей. В общедоступных охотничьих угодах министерством охотниками также проводятся необходимые мероприятия для воспроизводства охотничьего ресурса. Их объемы представлены на слайде. на слайде на слайде на слайде в 2021 году в охотно области пройдено почти 34 тысячи километров учетных маршрутов. По материалам учетных маршрутов губернатором Кировской области были утверждены объемы добычи, наиболее цены в хозяйственном отношении видов детских животных. Ежегодно такие объемы добычи и плоды их взятия утверждаются в распоряжении губернатора области. Ну и, конечно же, министерством тщательно контролируется соблюдение охотхозяйствами лимитов и плод добычи и фактов превышения установленных объемом добычи в 2021 году не разу не было выявлено. Охотнадзор это одно из важнейших направлений природоохраны нашей деятельности. В рамках данного полномочия охотно-инспекторами проведено более 2000 рейдов. Выявлено 299 фактов нарушения, в том числе 31 факт причинения охотного ущерба. Изъято 59 единиц оружия. К ответственности привлечено 266 граждан, в том числе трое осужденных. Наложено штрафов более чем на 400 тысяч рублей и предъявлено записков на возмещение ущерба на сумму более 700 тысяч рублей. Еще одно направление это оказание государственных услуг. Мы их оказываем нашим гражданам. В 2021 году министерством нашим гражданам приятного пользователя. В 2021 году министерством заключено 16 охотно-хозяйственных соглашений с юридическими лицами, в том числе и одно по результатам аукциона на право заключения такого соглашения. Благодаря этому в бюджет поступило дополнительно 8 миллионов рублей. Охот пользователям выдано 43 тысячи бланков разрешения, охотникам более 5000 разрешений в общедоступной охотничьей угодья области. Кроме того, житьям области выдано свыше 1000 охотничьих билетов, а точнее 1051 охотничий билет в едином федеральном области. В целях снижения численности животных в рамках профилактики распространения опасных болезней, для исключения угрозы жизни и здоровья жителей области от захода диких дверей в населенные пункты, принято в 2021 году решение о регулировании численности, в рамках которой добыто 264 особей кабана, 119 лисиц, 117 металлиных собак, 60 волков, рядов других животных. Как вы знаете, одной из самых значимых проблем последних лет является так называемая волчья проблема в населенные пункты. В настоящее время такая проблема отмечается более чем в 20 муниципальных образований области и одним из путей решения является стимулирование добычи бойков. неоднократно этот вопрос на комитете докладывали об этой проблеме и говорили о том, что должен быть сформирован механизм поощрения охотников для ведения такой деятельности. Мы изучали этот вопрос и фактические затраты охотников на добычу заходить до 30 тысяч рублей. В настоящее время в части муниципалитета такое стимулирование производится, суммы небольшие, но в их числе такие районы как Верхнекамский, Белокулминский, Апаринский, Амстлинский, Подосиновский и Ювианский район. Симпалитет не изменяет Ювианский район порядка 5 тысяч, Подосиновский район по-моему, тысяч. Всего возможностей эти суммы предусматривают. Мы также изучили практику других регионов наших соседей, и можете посмотреть те средства, которые предусмотрены для стимулирования добычи волков охотниками в разных регионах. И в текущем году впервые из бюджета области заложены средства на стимулирование этой деятельности вращения охотников волчанников в размере 3 миллиона рублей. Охотникам, добывшим волков, предполагается выплатить на одного волка вознаграждение. Мы предполагали, что это будет до 15 тысяч рублей, но не так давно был совет ассоциаций муниципальных образований. Они приняли решение, что эта сумма должна быть 15 тысяч, и во всех муниципальных образованиях она должна быть одинаковая, а не на усмотрение водонаминственных проблем. Это означает, что из этих 15 тысяч 7,5 тысяч будет датироваться из бюджета муниципального и 7,5 тысяч из областного бюджета. Настоящие делаем нашим министерствам формулируется правовой механизм выплат. Будут внесены изменения соответствующую государственную программу. С каждым муниципальным районом будет выключено отдельное соглашение. мы сейчас разработали типовой порядок направив в органы местного управления. И, конечно же, надо понимать, что сама выплата, поскольку это полномочия муниципальная, защита территории от угроз природного и техногенного характера, то муниципалитет будет предусматривать сумму, выплачивать вознаграждение, а областной бюджет будет компенсировать эти расходы 50%. На следующий момент допущен процесс подготовки всех необходимых документов, и на областном и на муниципальном году мы будем активны. Это будет в этом году первый эксперимент. Я думаю, что по итогам года мы готовы на комитете доложить, отсюда будут дальнейшие какие-то меры и решения принимать. Основные направления развития охотничьего хозяйства, они представлены на слайде, я не буду перечислять, но, конечно же, наша задача это мулацинная региональная государственная политика для обеспечения устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов. В рамках данных направлений на 2020 2018 год нами для себя определены задачи. Это текущие задачи, они представлены на слайде так. И важное, которое мы для себя определили, это разработка комплексных мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, с участием диких транспорта и за мероприятий транспортной системы. На самом деле ситуация в этом плане не очень благоприятная. Численность дтп очень увеличилась за последние три года цифры на память это контроль за численность уродка. О мерах я доложила. И еще одно приоритетное направление это профилактика опасных болезней и борьба с вершинством страны еще отдельно хочу остановиться на совершенстве областного законодательства, мы подготовили законопроект о внесении изменений в действующий порядок и в ближайшее время мы еще можем законодательное собрание регионов для рассмотрения. На наш взгляд решение текущих задач обеспечить право граждан на охоту, повысить эффективность использования и обеспечить устойчивый охотничьих ресурсов. мы ежегодно эту ситуацию монетируем, смотрим аналитику и хочу отметить, что в сравнении за последние 20 лет у нас численность охотничьих ресурсов значительно возросла на территории области, несмотря на добычу и естественно мероприятия и вещи это говорит именно о мероприятиях и принимаемых мерах именно для сбалансирования развития ресурсов. все благодарю буду ответить на ошибку. У меня вопрос ДТП с участием животных. Какие животные? Крупные? Крупные. Крупные. А у нас если так по области где основные? Сейчас отвечу. Мы запрашивали эти данные есть в ГИБДД. Более того у нас есть геоинформационная система дисэкологии где отдельный слой по дорожным транспортным происшествиям по каждому году. Мы в СМИ размещаем эту информацию для того, чтобы походники знали где напряженные места. Их довольно много. конкретно места перехода диких животных через магистрали транспортные. В основном одни и те же. Не более того не просто районные. Одни и те же участки транспортных магистралей где животные были биологические. У нас есть какой-то стереотип, где они знают что. У них есть проходы миграции, пути движения, миграции. В основном они находят участки сконцентрированы. В качестве мер, которые обсуждались, три меры. Это установка специальных знаков в этих местах. Это расчистка, увеличение поля зрения, расчистка охраны полос дорожных от растительных древесных устарников. и устроится специальное заграждение сельчатых. Какие-то отпугиватели может быть психологические для этих животных? Им все равно нужно переходить. Если у них предположим кормовая база по другую сторону дороги, они все равно туда перейдут. вопрос в другом. Если видимость расчищены эти полосы, это значит, во-первых, само животное будет видно, должно быть видно. И само животное, выходя на условно опушку, звук машины его тоже будет в некотором роде пугать, и оно должно остановиться, подождать, машина проедет, тогда перейдет. А когда лес вплотную к дороге подходит, есть вопросы? Да, а вот такой вопрос. Вопросы, в частности, охот-пользователей. Вопрос заключается в следующем. Охот-пользователи выполняют мероприятия по восстановлению ресурсов животного мира, выполняют засев полей, делают салончики, кроме этого подвозят зерно, и через некоторое время они обнаруживают, что в месте, где они выполняли мероприятия, происходит рубка леса. То есть, соответственно, все их мероприятия, все затраченные деньги, время и ресурсы были, грубо говоря, выполнены зря. И как раз хотелось бы, мне кажется, здесь усилить вопрос взаимодействия между министерством лесного хозяйства министерства экологии, может быть, как-то ставить в известность охот пользователей, что вот здесь будет производиться рубка. Поэтому просто задавал, что есть ли у нас план рубки на текущий год. на самом деле вопрос очень тот, который вы принимаете, на мой взгляд, очень важный. Мы много раз его пытались с коллегами в министерстве лесного хозяйства обсуждать, но, к сожалению, действующая рекомендация нам говорит, единственное, когда они это разрабатывали за пользователи планов лесных клубов, у них единственное ограничение – наличие специального зона в виде особо охранения территории. по-моему, лет пять как Министерство лесного хозяйства обязательно учитывает, с нами согласовывают проекты освоения лесов, на предмет того, есть там особо охранительные уделения, это они учитывают. Законодательствам не предусмотрен учет, так скажем, перспективы развития обычного хозяйства, они не синхронизированы и нет требования заставить их согласовывать это, с нами, понимаете, нет требований, которые говорят, что если кто-то полясеет, то это значит, что там нельзя группать лес. Даже, предположим, Министерство лесного хозяйства, если оно узнает об этом, оно не сможет ограничить крупной на месте. у них все равно свои задачи по лесу. Но, на наш взгляд, есть один момент, который можно попробовать, мы об этом как-то с вами говорили, у нас есть, так скажем, места, обитания, ну, например, медвежий перелом. То есть, мы знаем, что в этот момент, если зимой медведь спит, то желательно в это время не осуществлять трубку в этом месте, хотя бы, чтобы на животное не как-то воздействовало. Вот, мы бы предложили сказать, что это поля, надо как-то обходить, ну, инструмента нет, потому что защищать поля это не инструмент, да, мы все-таки защищаем охотничий ресурс, биологического ресурса. А вот защищать места обитания животных, в мой взгляд, это можно, и можно это учитывать и регулировать, хотя бы, местами, например, зимой, они могут это сделать, а летом, когда производится засев, посев и добыча кончик ресурсов, на это время, например, не осуществляется. Вот, я думаю, что нам надо как-то эти вопросы регулировать, мы этот вопрос понимали, но он как-то у нас там так подвис. На самом деле, такая проблема действительно, она уже отузнала себя, но здесь такой вопрос, допустим, когда мы говорим об этих же перелоках, да, то, мало кто хочет рассказывать, чтобы появилась на публичных ресурсов, где находятся недвижие, неровные, потому что, ну, элементарно, если мы сейчас берем запрос в охоте коллектива, где у вас что, чтобы мы, допустим, взяли что-то и исключили, ну, допустим, нам даже по глухаренным токам, хотя есть такая категория защитности, предусмотрим ресурсов, это ресурсов, а остальные защитные участки, в кругу полюнных токов, да, 3 километра или 3 километра большой, да, ну, то есть, нам про них не говорят, потому что вы, этих накаток нанесёте, а у нас потом там всех выберут, ну, вот это вот такая совершенно точно не с этой стороны, Ваню, мы и готовы, но охотники, они говорят, не-не-не, мы ничего, нам не надо. Я об этом тоже хотел сказать про глухарильные АТК, на самом деле, никто там, здравомыслящих охотников там, это место и не скажет, потому что эта информация передаётся там, у них от АПСА к сыну, и, как бы, это место на карту они не хотят, чтобы было нанесено, поэтому взаимодействие это и должно быть от обратного, то есть, но если вы говорите, что на данный момент это невозможно для всего действующего законодательства? Вот видите, Александр Викторович говорит, что они, в принципе, могут поставить там, обозначить территории особо защитными участками, могут, в принципе, да, под какой-то, обосновать эту защиту, но вопрос теперь идёт в противоречии, а где нам узнать эти территории? Мы, кстати, тоже запрашиваем. Может, подход пользователей запросить информацию, по крайней мере, запрашивали, они не предоставляют, кто-то предоставляет, кто-то нет. На самом деле, вопрос настолько достоверно ещё предоставляется, что Александр Викторович не могут её немножко искажать, скорую смешать, но на самом деле, в частях от пользователей они дают эту информацию, более того, что Кирилл СПЕФКО, когда узнала, что у них там такая отводимая подрубка, она вообще перед длинном порядке уже как бы проходила, и мы уже решали тогда на колесах. Поэтому, когда у нас ведётся лесостроительная работа, Минвесия, то они регулярно к нам шлют запросы, мы смотрим, какое лесничество утраивается, всем их от пользователей направляем информацию, да, и кто-то даёт, кто-то нет, это уже, скажем так, на совести, каждого. А количество особо охраняемых участков, оно регламентируется для каждого на ход пользователя, или нет? Да, мы идем на единицу площади, там три тока, на десять предметов, может быть, от этого исходить, что пользователи предоставляли бы количество особо охраняемых участков, на которых конкретно ведётся воспроизводство животного мира, и они выполняют мероприятия, на которые дать свои собственные средства, может быть, провести с ними всё-таки диалог, какие-то коммуникации, чтобы они предоставили всё-таки, пусть даже, я говорю, что там будут, возможно, и не глухариные АТК, как вы говорите, но, по крайней мере, мы защитим их силы, средства, и то время, которое они потратили на выполнение этих мероприятий. И почему мы говорим про глухариные АТК, потому что это уже федеральным законодательством предусмотрено, так сказать, особо защитных участков, то, на чём люди говорили, это федеральное законодательство предусмотрено, и пути, как сказал правильно Павел Викторович, здесь нормативного его на сегодняшний день не существует, я могу, конечно, надо пользоваться, сказать, что, давай вот эти дела не случим, если вам не скажут, что вы, на самом деле, права такого не имеете, вы указываете, где вы видите, соответственно, я скажу, что да, извините. Мы просто, мы сейчас сексотопользовательно регулярно проводим семинары, различные там, возбуждения, мы просто, да, попросим, если Александр Викторович нас поддерживает, специалист министерства снова окажется, на этот семинар придёт, и мы обсудим это вот в формате диалога с этими пользователями, так вот, обозначим, какие у нас есть, обсудим варианты в этой части. Я согласен. Ну, хотя бы, да, какие-то коммуникации привести. Спасибо. Коллеги, Алла Викторовна. Я не знаю, да, у меня следующая. Митрий Сергеевич. Да, да, да. Если что, ответим. Митрий Сергеевич, да, ответит. Есть ещё вопросы, коллеги? Ну, вопросов-то, в общем-то, уже нет, да? Нет вопросов? Ну, если время ещё позволяет, ещё вот один вопрос, как раз по численности волков и их добыча. То есть у нас механизм начнёт действовать с этого года, 2022 года. Да, мы сейчас заключаем согрешение с муниципалитетами о передаче средств в виде субсидирования сразу, как бы, чтобы было понимание, не каждый муниципалитет на это идёт. Допустим, на сегодня мы получили письма с Арбашского района, с Зуинского, что они не хотят и смотрели своих средств на выплату этих денег. А на сегодня у нас порядком присмотрелось, что деньги, в этом условии, все-таки насилие, мы не можем отдать семь с половиной тысячи областного бюджета, чтобы только они платили. То есть мы отдаём только 50% радиоактивных условий, что трапы и награды в целом. Этот миллион запускается, мы надеемся, что большая часть районов в апреле запустится, но понимая, что у нас большая часть добычи идет в зимний период, мы действия этого порядка распространим на период 1 января, чтобы те волки, которые уже были добиты, они были оплачены. Подтверждение как будет происходить? Подтверждение. Для подтверждения у нас предусматривано нашим диплом порядком создание каждой муниципалитетной комиссии, в которую входит наш инспектор, представитель администрации района, специалисты службы, ну и на усмотрение администрации еще какие-то специалисты. Значит, для этого в присутствии части членов комиссии охотник должен насти душу, волка за шкурой целую и при членах комиссии сделать надрезанный лапок, чтобы повторно его уже не привозили, то есть, но именно туша должна быть целая и надрезать лапой. В последующем, если уже привозят тушу с надрезанными лапами и шкурой на лапах, значит, уже видно, что волк где-то был и повторно его уже откажутся принимать. В случае, если есть какие-то сомнения, особенно в зимний период предусмотрена возможность выезда на место, чтобы осмотреть на место охоты и посмотреть, действительно была она или волк привезет, потому что факты привоза волков даже из других регионов они у нас фиксировались. Ну и более того, у нас, не знаете, что действовала программа по отстрелу домашних животных, и точно так же для испанцев одну собаку ее фотографию привезли с разных районов в разных районах. Поэтому мы это все учили, мы это все обсуждали на совете ассоциации мусульных вызваний, были предложения, так что именно привозить самого волка и на нем ставить отметки, скажем так, чтобы повторить в общем я тут полностью согласен. Спасибо. Коллег, где у нас больше всего? Ну, на самом деле это северный район области, то есть, начиная там от Даровского, ну, Юлианске еще не так, но все, что северное, там Нагорский, Ватникамский, Амутникский, Амутникский, Амутникский районные и так далее, там самая высокая численность, более того, там самая сложная охота, потому что дорог там на лесах практически нету, скажем, ну, найти волков сложно, застрелять их в населенном пункте запрещено законодательством всех, кроме сотрудников полиции, поэтому вот там и работа сама по себе сложнее по оздорову волков, тем в силу того, что, скажем так, условия там обитания они более благоприятные, чтобы больше лесистости, лесистости именно там у нас основная как бы сконцентрирована, центральной части области просто удается, скажем так, сдерживать рост численности волков, тут его добыча ведет более активно и так далее, вот уже с начала года в Шабулинске в районе почти 20 волков добыто, то есть там, где его легко добывается, а вот на севере области самая главная проблема именно оттуда идут сигналы о заходе волков в населенную пункте. Ежегодно идут, поэтому идут и было не так много, но они есть, и мы вот вместе там с правительством области, с комитетом этот вопрос держим на контроле и ничем пути к решению этой проблемы. То есть на сегодня тот объем добычи, который у нас есть, он нам позволяет сдерживать рост численности волков, но не позволяет сокращать его численности. Мы надеемся, что меры стимулирования финансового они активизируют охотников, и объем добычи увеличится, и численность еще снижается. Все. Коллеги, предлагаю закончить обсуждение, перейти к голосованию. По результатам рассмотрения информации в проект решения предлагается включить следующие рекомендации. Информацию принять в сведения. Рекомендовать Министерству охраны окружающей среды Кировской области 1. Для сдерживания на территории Кировской области рост и численности волка продолжить работу по формированию правового механизма поощрения охотников, забывших волков в рамках урегулирования численности данного вида животных. 2. Повышать уровень информированности граждан по вопросам охоты и охотничьего хозяйства. Или не будут еще предложения в проект решения? Тогда предлагаю проголосовать. Кто за данные рекомендации прошел проголосовать? Кто за? Единогласно. Спасибо. Решение принято. Информации в разных периодах у нас нет. Так что всем спасибо за работу. Хорошей сессии.